То есть у нас нет возможности говорить о чем-то, что не улавливается в кли, и все наши измерения, все наши ощущения внутри нашего желания и даже света, которым мы говорим после того, как мы раскрыли, что есть такое воздействие в нас, которое прежде нас, прежде кли, мы словом «свет» называем некое явление в кли, то есть в итоге это кли, и также мы говорим о соотношении между парцувами, что высший парцув, высшая ступень относительно нижней, также называется светом, что каждое действие с большей отдачей, чем нынешнее, также называется светом, относительно кли. И поэтому все эти относительные формы, о которых мы говорим, это все исходит из того, что мы не улавливаем сам свет, а лишь его действие, и его действие мы, в общем-то, и называем светом. Поэтому так же и творец. Боуре, приди и увидь. То есть все эти определения, они точные в науке Каббала, и они приводят нас к правильному восприятию, к правильному отношению к реальности, чтобы мы не запутались в том, что мы находимся в абсолютной реальности, а только лишь относительно человека, относительно наших органах чувств, и так всегда. Потому что мы творение. Так как свет нас сотворил, так мы и постигаем его. Есть еще что-то, кроме нас? Мы не знаем. Можно было бы еще каким-то образом что-то сотворить? Мы не знаем. Эти вопросы, на них нет ответа, и они совершенно не актуальны, потому что нет у нас никакой возможности никогда их решить. Необходимо понять, какие ограничения у нас есть, когда мы находимся в получающих хилим.